Меня зовут Виталий Денисенков, я директор и сооснователь студии Борового. И я вам расскажу про свой опыт. Сам я начинал как менеджер проектов, соответственно, расскажу вам про свой опыт и мою осознанность того, что у менеджеров проектов не получается не с точки зрения их компетенции даже больше, а с точки зрения их каких-то личных качеств. И, скорее всего, вот эти ошибки, они будут не ошибками по-хорошему PM, а ошибками руководителей компаний, которые, собственно говоря, их на работе держат. Я хотел бы сначала узнать, а кто здесь PM вообще сидят, либо руководители отдела управления проектами. Поднимите руку, пожалуйста, кто здесь PM? Так, ну слушайте, кто-то… PM, ну менеджеры проектов там, я не знаю, ну аккаунт может там, да, то есть есть какое-то количество. А кто руководители компаний? Ну вот, да, примерно у нас 50 на 50, здорово. Поэтому я буду как бы немножко больше на руководителей компаний, конечно, рассчитывал, но я где-то какие-то детали и для PM, может быть, скажу. Ну, кто не знает, мы лидер белорусского рынка разработки и продвижения сайтов. Ну, из таких достижений, вот в рейтинге там CMS-магазина мы там 11 место в прошлом году занимали, ну и в рейтинге Bittrex обычно там в топ-20 я там, ну честно, не контролирую позицию, но где-то в топ-20 мы входили. Вот. Клиенты, ну тоже такие известные компании. Вот. Ну и, собственно говоря, начнем, да. То есть первая проблема – это боязнь ответственности и работа передастом. Этот термин был изобретен одним из наших менеджеров проектов. И что такое, как вы думаете, что такое работа передастом? Вот кто-нибудь, кто как поймет, что это такое? Да. Транслирование задачек. Это вот ситуация, когда, например, какой-то технически сложный проект, у тебя нет компетенции и тебе, блин, ну лень в этом. Или голова болит разбираться, или лень, или пятница, да, то есть как бы. И, в общем, ты берешь и просто… А там есть какой-то клевый чувак, у тебя технический директор, ну он же разберется, правильно. Ты жмешь форвард, от клиента что-то пришло, ты отправляешь, приходят какие-то уточняющие вопросы к клиенту. И вот это вот называется, ну то есть это не менеджмент проекта, это работа передастом. Здесь идет классическое нарушение, в общем, роли своей, потому что каким бы ни был проект, по умолчанию в любой веб-студии, в любом агентстве, проект-менеджер является главным лицом на нем. Если у него есть подспудное желание спихнуть эту ответственность, передать ее более компетентному, квалифицированному сотруднику, который, безусловно, может быть на проекте, может участвовать даже, не знаю, если есть основатель, руководитель компании может быть на проекте, который делает какую-то часть работ, например, арт-директор или технический директор. Но тем не менее менеджер отвечает за успех проекта. То есть успех проекта в каких величинах вообще обычно меряют? Ну вот такой вопрос. Ну то есть рентабельность, обычно это звучит так просто, это такая триединая штука, это называется вовремя, в рамках бюджета, с должным уровнем качества, качество можно определить более детально. И я бы четвертый еще добавил с должным уровнем удовлетворенности клиента, чтобы клиент все-таки был доволен, потому что иначе все предыдущие, все вот эти телодвижения, которые вы совершали с ним в течение трех месяцев, они не имеют смысла. Клиент к вам больше не обратится. У него должен быть позитивный некий опыт работы с вами, это называется, ну там, у него должны быть хорошие впечатления остаться, и это оставляет вам шанс с этим клиентом продолжить сотрудничество. Ну это как бы отдельный момент, я может быть, если успею, я остановлюсь на нем. Вот, соответственно, вот понимание этой ролевой модели избавляет себя от иллюзий того, что ты можешь как бы закрыться кем-то. Или ты осознанно говоришь, что, слушайте, я вот здесь не шарю, ты понимаешь, что это проблема, говоришь, я здесь не шарю, ты мне потом объясняй, я могу, чем могу, помогаю тебе, да, то есть, но, допустим, дизайнер едет и общается по дизайну, да, то есть, но менеджер должен записать все, да, то есть, и как бы коммуникацию вести дальше. Коммуникация не может перекладываться на дизайнера, да, то есть, и он должен понимать, что если вдруг кого-то куда-то понесло, то он в результате, если проект зафейлится, да, то есть, он будет все равно виноват в этом, потому что он не остановил дискуссию там. Ну, например, придумали какой-то космический функционал на встрече с клиентом, да, приехали, все клево, клиент доволен, и потом там вдруг, ой, так слушай, так это же там в два раза дороже становится, да, то есть, виноват PM, даже если, даже если дизайнер предлагал, он должен был эту ситуацию разруливать, да, то есть, поэтому понимание этой ролевой модели, ну, то есть, как бы лишает тебе возможности сказать, что, извините, я не знал, да, даже если ты, то есть, а это работа руководителя, который должен донести сразу там в должностных обязанностях, там, я не знаю, в личной беседе, там, я не знаю, в какими-то еще вещами, что ты ответственен за проект, и в чем эта ответственность выражается. Когда это в компании сделано, ну, то есть, количество фейлов будет уменьшено. Если там еще контролируется, и менеджерам дается регулярная обратная связь, то это значит, что проектное управление начнет автоматически улучшаться, потому что, когда вы даете обратную связь, вы видите косяки, люди понимают, что вы контролируете косяки, и автоматически их меньше совершают. Давайте дальше, да, то есть, вот, соответственно, еще вот важная фраза, что ответственность не дают, ее берут, вот эта переделана фраза «свободу не дают, ее беру», да, то же самое с ответственностью. Поэтому я говорю о том, что когда человек берет ответственность, это определенные личные качества. То есть, нельзя взять, там, не знаю, воспитателя с детского сада, да, то есть, посадить его, дать ему прочитать книжку какую-то, там, или сбор регламентов внутренних, и сказать, что вот теперь ты ответственный за проект. Это утопия, да, то есть, мы понимаем, что мы играем не в ту игру. Поэтому, когда компания нанимает менеджера проектов, надо проверить и посмотреть, способен ли человек вообще, ну, отвечать ли он за себя хотя бы, как минимум. Вот, и руководитель проекта, еще раз, это ответственность, да, то есть, это в первую очередь ответственность за проект, за параметры и так далее, да, то есть, на мой взгляд, люди, которые не берут на себя ответственность, не принимают, да, то есть, эта штука не лечится. Никакими внутренними, то есть, а в чем проблема возникает, что вы долго и нудно будете пытаться эту вещь вылечить, кого-то объяснять, еще что-то, и с вами будут играть в эту игру. То есть, здесь либо смена роли на ассистента, который отвечает за конкретные операции, то есть, это там, ну, что может ассистент делать? Брифование встречи, например, да, то есть, подготовку документов, там, я не знаю, высылку каких-то документов, там, ну, какую-то базовую координацию деятельности, да, то есть, либо, ну, либо просто с этим человеком расставаться, потому что, если человек не может нести ответственности, он не может быть руководителем проектов. Ну, такая вот грустная правда. Ну, по этому пункту понятно, да, то есть, как бы, давайте дальше. Неумение решать проблемой, недостаточная настойчивость и требовательность, да, то есть, с проблемами ситуация тоже очень интересная получается, я сейчас поясню, почему. Когда на проекты возникает проблема, ну, в проценте 50 в случаях люди, знаете, что делают? Они про нее не рассказывают. Почему они про нее не рассказывают? Потому что, как правило, за проблемой лежит две вещи, да, то есть, либо это нарушение регламента, то есть, как бы у нас заведено делать так, но мы этого не сделали, поэтому возникла проблема. Ну, логично, правда? То есть, у нас надо было сделать так, сделали не так, появилась проблема, да, и это является факапом. Мы понимаем, что это факап, а факап, соответственно, за него накажут. Поэтому я не пойду говорить, слушайте, я тут вот не сделал, у нас проблема, то есть, это нехорошо. Из-за этого проблемы затягиваются до безобразия долго. И потом они нарастают в снежной ком, и потом, почему проекты долго сдаются? Там таких проблем, ну, проекты долго сдаются, потому что проблем накапливается какое-то количество, и потом они все по одному лопаются на сдаче, когда выясняются все эти штучки, да, то есть, как бы, и начинают их решать. Страстить на это много нервов и эмоций. Поэтому второй вариант, когда процесс не очень хорош, и возникла какая-то, ну, есть такое понятие, когда система дает сбой, есть, как бы, сбой запрограммированный, то есть, сама система не идеальна. Либо сбой случайным образом появился, это какой-то, там, я не знаю, там, вулкан в Исландии, вулкан в Исландии, извержение произошло, и кому-то что-то не доехали, какие-то документы, либо кто-то остался без связи. Ну, я условно говорю, какой-то форс-мажор случился, да, то есть, вот, соответственно, вот это вот особая причина, да, то есть, особые причины возникают, и они часто бывают источниками проблем, да, то есть, но на них не стоит концентрироваться. То есть, когда мы определили, что проблема вот эта вот, она, как бы, ну, не по вине сторон, это как бы форс-мажор, не стоит пытаться там его как-то решать, просто принять его и бороться с последствиями, да, то есть, но если причина внутри, да, то есть, как бы, регламента не было, но вот у нас вот эта проблема случается из раза в раз, да, то есть, как бы, ее нужно решать на уровне системы, да, то есть, поэтому, смотрите, если есть регламент в компании, то проектное управление тоже улучшается, потому что прописаны базовые вещи, и уже менеджер не может сказать, что, ну, извините, я не знал, как правильно, а я думал, надо по-другому, то есть, когда прописано. Поэтому я вот здесь вот, я дальше буду называть это термином постановка проектного управления в компании. То есть, когда базовые вещи поставлены, то есть, проектное управление, хотя бы принципы озвучены, слушайте, я не говорю там прописать все операции, не надо заниматься там бумагомарательством, избыточным бумагомарательством, но когда вы прописали ключевые вещи, вводные, и там регламенты написали, то есть, последовательность действий, да, и какие-то там базовые риски, плюс там записали несколько видео обучающих там по рискам, по срокам, там, я не знаю, как работать с клиентом, уже это одно избавляет от большого количества проблем, которые происходят, потому что менеджеры просто не могут сказать, что они не знали, потому что ты уже довел до этого информацию. Более того, многие менеджеры действительно не знают, потому что никто их обучением не занимается, потому что все на фронте всегда. Кто на фронте? Поднимите руку. Кто всегда на фронте? Все на фронте, ну, признайтесь, все на фронте, никто не сидит там и никто не хочет учить, да, то есть, как бы, вот сейчас приходит понимание того, Потому что готовых людей нет, мы пытаемся нанять готового человека, а их нет. Или они приходят с каким-то другим пониманием действительности, ты им говоришь одно, они понимают другое. Поэтому проще людей воспитывать постепенно, а для этого нужны регламенты. Без регламентов этот процесс не поставишь. Соответственно, если возникает проблема, то есть у человека заложены автоматически две программы выживания. Это бежать или бить? У большинства людей заложена программа бежать. Обе из них автоматически и обе из них не очень хорошие. Потому что когда возникает правильная реакция, я извиняюсь за терминологию, сесть на задницу и подумать, что с этим делать. Когда менеджер, не обладая компетенциями, например, не сталкиваясь с этим проблемой, начинает ее решать, он часто еще хуже делает. Поэтому в данной ситуации проблему лучше решать, сесть, подумать, понять, что это проблема, привлечь опытных специалистов, я буду говорить про это дальше, и выработать какое-то действительно грамотное решение. А потом эту проблему постараться еще залатать на уровне системы, если это возможно. Еще два момента, соответственно, которые есть. А если у человека реакция беги, то он эти проблемы будет надеяться. Понимаете, всегда есть шанс, что никогда не всплывет. Некоторые проекты могут так никогда и не закончиться, потому что пока мы два года этот сайт делаете, то заказчик уже банкротится. Или подразделение реформирует или что-то еще. Такое бывает, проекты никогда не заканчиваются. Поэтому у менеджера есть шанс вообще никогда не получить по голове. А ты вот сейчас идешь рассказывать про проблему, ты прямо сейчас получишь. Если ты замалчиваешь какую-то проблему, то есть есть шанс избежать ответственности. Поэтому руководителям на заметку рекомендуется делать следующее. Не наказывать людей, которые вскрывают проблему. Наоборот, это здорово. Качество корпоративного управления определяется скоростью того, как проблемы доходят снизу вверх. Кто-то из Microsoft говорил фразу, что не важно, как быстро ты узнаешь об успехах, важно, как быстро ты узнаешь о факапах, которые происходят. И, соответственно, не надо, хотя первая автоматическая реакция, конечно, да ты что, идиот или что-нибудь в этом роде. Это надо сдерживать, и тогда проблемы начнут открывать, и вы сможете их решать не тогда, когда уже поздно. И это поможет наладить открытость компании. Это разговор другой, но в целом идея заключается в том, чтобы поощрять людей и открывать проблемы. И обучать их, как с ними работать. Дальше. Соответственно, у людей, которые беги, для них это стресс, и они будут задерживать проблемы до последнего. В общем, есть еще два момента. То есть это недостаточная настойчивость и требовательность. То есть требовать можно от себя какого-то качества. То есть можно требовать, например, еще можно требовать качество выполнения работы. Соответственно, PM работает, ему дизайнер присылает дизайн. Он отстойный. Ну, очевидно, отстойный. То есть у тебя две инициативы. Ты знаешь, что дизайнер будет горячо и долго, ссылаясь на монографии Лебедева и Горбунова, доказывая, что так надо делать, что это там современные тренды и всякая такая история. Либо, опять же, сегодня мы обещали выслать это два дня назад. То есть, соответственно, надо высылать прямо сейчас. Либо ты вступаешь в коммуникацию внутреннюю и затягиваешь это еще надолго, тратишь кучу нервных клеток и испорченное настроение идешь домой. Либо ты высылаешь клиенту и вот так вот зажимаешь пальчики, то есть кулачки, что сейчас может быть прокатит. И знаете, иногда прокатываются. То есть вот все удивляются, как проходит, собственно говоря, такие отстойные проекты появляются на рынке. Мы же так круто продавали. Вот. То есть они так и появляются. То есть вот это вот именно недостаточная требовательность. То есть на уровне компании это решается следующим образом. Ну, по-хорошему, у каждого проекта должен быть устав. Ну, где там требования качества определяются. И помимо там рефов клиентских, по-хорошему, были бы еще внутренние рефы, на которые стоит ориентироваться, да. То есть и дизайнеру сразу об этом говорить, да. То есть я думаю, что здесь вот если с дизайна прискакала не очень качественно решенная задача, я думаю, что проблема, на самом деле, не в дизайнере, а в том, что ему эта задача была плохо поставлена. Поэтому глубинная проблема, она заключается не в дизайне. Хотя может и дизайнер быть плохой. То есть, значит, надо найти лучшего дизайнера. То есть, ну, эту проблему надо решать. И постепенно, решая такие проблемы, процесс становится лучше. Но в целом, да, то есть, если уже такая ситуация случилась, по-хорошему менеджер должен принять осознанное решение. То есть мы сейчас, там, что для нас важно? Выслать, да, то есть, чтобы не потерять клиента окончательно, потому что он там грозится разрывом отношений. Либо, соответственно, пойти с дизайнером пообщаться. Ну, вообще, ну, как бы, на мой взгляд, оба варианта не очень хороших, да. Потому что если уже пришло. Но если так, то надо идти все-таки с дизайнером общаться, если время позволяет, да. Потому что как только ты даешь слабину по качеству, оно потом вот просто как снежный, как, просто как лавина начинает падать вниз. И у кого-то недавно читал фразу, что это только японцы умеют постепенно улучшать. На постсоветском пространстве все только ухудшается. То есть, вначале ты приходишь в ресторан, и там прям все там с тобой здоровается здорово. Приходишь через два месяца, и там какой-то отстой уже, там еда невкусная, там и швейцар уже там, ну, непонятно с каким лицом стоит. Ну, условно, как-то так это работает, да. То есть, соответственно, вот вялость определенная, да. То есть, и проекты особенно сложные, вот именно проекты, такие проекты-проекты, они не будут допушены. То есть, очень важно, что у менеджера качество – это пушить проекты, доводить его до конца, да, то есть нацеленность на результат. Если PM на это как бы не ориентирован, то, соответственно, результата этого не будет, да. То есть, соответственно, если менеджер одновременно не решает проблемы, он недостаточно настойчив и нетребователен, то это ошибка найма, и, мне кажется, излечить это там в каких-то разумных ресурсах невозможно. И либо другая позиция, либо, соответственно, расставание происходит. И это будет правильно и лучше для всех. Потому что мучить человека тоже и постоянно давать ему негативную обратную связь – это тоже чаевато для психики. У Александра Фридмана есть такая хорошая фраза, что в каждой ситуации либо ты на стороне решения, либо на стороне проблемы. И менеджер, вот работая, он должен понимать сейчас, вот когда он даже там, вот он видит эту проблему, да, то есть, и вот ее надо решить. Он знает, что он, как бы, помогает ей решать, он ее решает, он предлагает решение, да, то есть, либо он, соответственно, либо он ничего не делает, то есть, там, как бы, рассказав про это руководителю компании, ждет, когда ему расскажут, что нужно какие-то следующие шаги делать, да. То есть, и компаниям, и менеджерам… Компаниям я рекомендую держать менеджеров, которые помогают решать проблемы, а менеджерам рекомендую развивать это качество, да. То есть, и есть такая еще хорошая парадигма, опять же, вот если про Фридмана говорить, это уперся сообщи. Это правило для менеджеров, что если у тебя проблема произошла, иди сообщай сразу, да. То есть, открытость, она только помогает делать проекты хорошо и качественно, да. То есть, как бы, не надо замалчивать проблему, потому что все равно станет известно и будет только хуже. Давайте дальше. Еще одна проблема – это недостаточная скорость развития профессиональных навыков. Я это связываю, в первую очередь, с тем, что человек все-таки не совсем на своем месте. То есть, ему, в принципе, интересно, но это его не зажигает, да. Потому что люди, которым интересно, они все-таки копают, читают, они остаются что-то после работы, то есть… Но я не говорю, что это обязательный прямо вот такой… Вот искать людей по этим признакам, что они там остаются после работы, это неправильно, да. То есть, но, соответственно, вот такая проблема встречается, да. И надо понимать, что отрасль у нас достаточно сложная. Она развивается колоссально быстро, да. И недостаточно просто прочитать одну книжку там в год и 10-15 статей на CMS-магазине или на хабр-хабр, да. То есть, нужно действительно развивать компетенции, которые требуют развития достаточно много, например, да. То есть, ну, что должен менеджер делать, да. То есть, ну, давайте вот, что менеджер, какие компетенции должен вообще, ну, обладать какими компетенциями, хотя бы на базовом уровне. Давайте назовем хотя бы пару штук. Ну, вот назвали это компетенции управления. Именно управленческие компетенции. Очень важные компетенции, потому что многие люди здесь не обладают, да. То есть, контроль, планирование и постановка задач. Ну, то есть, дальше. Помимо этого, нужно уметь вести переговоры. Ну, согласитесь, да, с клиентами надо уметь общаться. То есть, уметь продавать в том числе, да. Потому что во многих компаниях я знаю, что до продажи, в том числе, делают менеджеры проектов. То есть, они должны уметь, и от этого зависит их вознаграждение. Далее, они должны вообще понимать проектную среду, немножко понимать по архитектуре, немножко понимать по дизайну, по проектированию. То есть, уметь навыки бизнес-анализа, чтобы там какие-то требования выяснить, да. То есть в компаниях по-разному настроен этот процесс, но в целом тот или иной набор ролей требуется. Поэтому еще очень важно, про что я говорю, что обязательно какая-то базовая система тайм-менеджмента или на базе GTD, или agile results, или на базе хоть какой-нибудь простой фигнины, чтобы она была. И еще важно, это расстановка фокус, уметь сфокусироваться на том, что действительно приоритетно. У тебя 7 проектов, у тебя намечено 5 майлстоунов, он должен правильно определять, что сделать здесь и сейчас. Вот эта система помогает двигаться, именно что сделать здесь и сейчас, наиболее правильные и важные действия. В своей системе координат надо ориентироваться. Это тоже навык, который нужно развивать. Соответственно, это качество прорабатывается, то есть лечится работой один на один, контролем руководителя поставленных задач по обучению. И, кстати, организации системы обучения, потому что многие люди… То есть не надо говорить, иди там почитай, что у них в смс-магазине, это бессмысленно. То есть не надо читать все книжки подряд, потому что там одна хорошая фундаментальная книжка, хотя бы там тот же Джим Кэмп по переговорам сначала скажи, нет, стоит там десятка макулатурных, то есть десятка всяких изданий, которые проще отправить в макулатуру. То есть надо выбирать такие фундаментальные вещи, которые действительно дают понимание. И их немного, на самом деле. То есть самим искать вот эти вот книги, источники, там есть прекрасные там видео записанные на эту тему. То есть мы у себя используем, есть достаточно старое, но очень актуальное видео Дьякова из студии Лебедева на тему переговоров, есть Григорьева видео-воркшоп. То есть вот прям выступления, которые хорошо воспринимаются, и они прямо с нашего контекста. Потому что одно дело, когда там люди рассказывают про спин-продажи, то есть там какое-то сложное оборудование, ну то есть на примерах далеких от нас, но когда человек прямо вот сыпет историями прямо из вашей жизни, это лучше воспринимается. То есть поэтому поискать вот это и сделать базовую программу обучения. То есть, соответственно, я не могу сказать, что люди прямо начнут читать, но если вы это контролируете, оно однозначно будет улучшаться. Ну и требует усилий руководства. Вообще улучшение проектного управления – это в первую очередь усилия руководителей компаний, руководителей отдела и так далее. Давайте дальше. Низкий уровень социального взаимодействия и недостаточный эмоциональный интеллект. Вот про это когда-то говорил Сергей Рыжиков на одной из партнерок. Он говорил о том, что… То есть, грубо говоря, проблемы на проектах до сих пор… Большинство проблем проектов имеют природу скорее социальную, нежели технологическую. То есть, и с тех пор, вот когда это сказал Тон Демарко, то есть автор книг «Человеческий фактор. Дедлайн», немногое изменилось. То есть, грубо говоря, проблемы в проектах происходят не потому, что кто-то не может решить какую-то инженерную задачу. Проблемы на проектах, потому что кто-то с кем-то не договорился, кто-то кого-то не так понял, кто-то на кого-то не так посмотрел, не то сказал и так далее и тому подобное. То есть, все мы люди и свои слабости знаем. Вот, поэтому если… То есть, и вообще проблемы вообще не появляются, когда кто-то проявляет невнимательность к каким-то моментам. То есть, менеджер проекта – человек, который обслуживает клиента. Он должен как бы больше отдавать. Он должен быть нацелен, внимательен, обращать внимание на потребности клиента, на его ожидания, превосхищать их. В том числе, он должен хорошо работать с командой. Есть такая книга «Серебряная пуля». И ее автор Фергюса Коннелл говорит, что менеджеры проектов привыкли и больше общаются с членами команды, с которыми им приятно общаться. При этом успех проекта зависит от людей, с которыми им, как ни странно, неприятно, либо у них недостаток компетенции, в чем общаться. То есть, грубо говоря, они понимают, что это в дизайне, но не общаются с программистами, потому что программисты их не любят. А на самом деле менеджеру в данном случае следует идти в квадратную для него некомфортной, темной, и чтобы понимание задачи… То есть, дизайнер его и так поймет, у него хорошее взаимодействие, он его поймет. Но программисту надо разжевать. То есть, соответственно, променять пропорцию, то есть, на что тратить время. И это вот как бы… Вот этот уровень социального взаимодействия, умение найти подход, объяснить людям задачу и добиться ее выполнения. Если этого нет, то как бы менеджер проектов будет очень ограничен в своих возможностях и, соответственно, будет не в той мере результативен, который мог быть. То есть, и клиенты не всегда будут довольны, работая с ним. Ну, на мой взгляд, это неизлечимо. Но тут все могут, в общем, экспериментировать, смотреть. Давайте дальше. То есть, нет фокуса на приоритетных задачах, на ценности, на результат. Я про это говорил. То есть, соответственно, у тебя огромный список задач. Если ты будешь просто их делать, там, первая, вторая, третья, которые пришли, это не очень здорово. Потому что в текущий момент есть всего, там, несколько вещей, ты должен на них сфокусироваться, а потом из них выбрать одну и начать делать. То есть, человек не мультизадачен, это доказано. То есть, соответственно, он может что-то делать одно. Вот. И, как правило, опять же, это реакция беги, про которую мы говорили, да, что менеджер будет делать вещи, которые для него либо понятны, то есть, сложные вещи, они, ну, как бы сложные, комплексные вещи, они, и к ним приступать сложно. Поэтому прокрастинация их часто затягивает до момента, когда уже там откладывать некуда, да. То есть, поэтому сроки у проектов часто срываются. Вот. Поэтому хороший менеджер контролирует и понимает, что ему нужно делать, допустим, на этой неделе. А хорошая система управления проектами корпоративные заставляет его это делать, регулярно ставя планы, расписывая мейлстоуны и требуя, контролируя выполнения этих вещей, да. То есть, я вот видел системы, где буквально за неделю прям намеченные мейлстоуны по проектам, не всякие там задачи, там, я не знаю, написать там, написать там, я не знаю, отправить доступ и роману, а именно вот такие вещи, вехи по проектам важные, которые должны быть пройдены, и это контролируется руководителем. Ну, сами понимаете, что эти вещи делаются, потому что на них есть фокус и упор. Поэтому я еще раз скажу, что 80% эффективности проектного управления, скорее всего, на корпоративной системе управления проектами, а не на там героических скиллах, там, тех людей, которых вы привлекли в команду. Давайте дальше. Соответственно, про параметры мы говорили, то есть задача PM двигать проект к финишу, да, то есть степ-бай-степ, мейлстоун, мейлстоун. Да, то есть, соответственно, люди ориентированы сто процентов на процесс, они просто живут в этих проектах, они приходят, открывают почту, на них сваливается какая-то штука, и они как-то вот там лавируют, то есть у них нет вот этого фокуса на результаты. То есть, во-первых, таких людей брать не надо. То есть стопроцентные процессники, они для управления проектами не подходят. Люди должны тащить проект к завершению, да, то есть, поэтому это первый момент, второй, это должно контролироваться, и прописанные параметры проекта и контроль сроков позволяют проект сдавать более-менее вовремя, да, то есть, если этого не происходит, я просто у себя замечал, то есть, когда, ну, в какой-то момент сильно это контролировали, потом, как ты только немножко отпускаешь контроль, сроки проектов начинают плавать. Вот. Соответственно, лечение путем постановки проектного управления, и вот, соответственно, если у человека, человек 100% ориентирован на процесс, надо думать о целесообразности того, что, что он, ну, то есть, стоит ли его пытаться переучивать и заставлять работать вот в результативной среде. Давайте дальше. Неисполнительность. Ну, вот, вот неисполнительность, это есть такая притча о пустом и твердом. Вот это Владимир Тарасов, который рассказывает у себя и в книгах, и на своих курсах, то есть, смысл такой, что очень просто все. Мир делится на пустой и твердый. Твердый – это не обязательно человек, это может быть машина, которая заводится, и ты едешь, когда тебе надо, или это может быть, там, я не знаю, там, ну, если это человек, вот это друг, который тебе пообещал и не подвел, да, а пустой – это друг, который пообещал и подвел, да, то есть, это то, на что ты можешь опереться, да, то есть, а солдат, который испугается и убежит – это пустое, да, то есть, и, соответственно, неисполнительность, ты никогда не можешь уверен быть, никогда не можешь быть уверен на 100%, что если ты поручил что-то выполнить данному руководителю проекта, что он это выполнит. И поэтому постоянно приходится перепроверять за ним, что не создает у тебя ощущение надежности, что ты делегировал и закрыл, и все. Поэтому вот неисполнительность, ну, на мой взгляд, это очень такое качество, которое, ну, на мой взгляд, неизлечимо, да, то есть, но или требует огромное количество времени для того, чтобы добиваться результата вместе с этим сотрудником. То есть, вы должны сами для себя решить, то есть, нужен вам этот человек или нет, да, то есть, и неисполнительность очень сильно выводит из себя. То есть, ты постоянно, тебе кажется, что мир создан каким-то неправильным, когда ты работаешь с людьми, там, у тебя хотя бы подчинение есть 2-3 человека, которые вот неисполнительны, вот ты что-то не так делаешь, тебе кажется, что, ну, я вот часто шучу, что бог покарал выб разработчиков, и постоянно какие-то косяки случаются. На самом деле, не так. Нужно ставить проектное управление, и нужно подбирать людей, которые, ну, вот обладают теми качествами, которые вам нужны, да, то есть, просто, соответственно, у вас работают неподходящие люди, или ваша система не позволяет достигать нужного результата. Поэтому, ну, вот, все-таки мой диагноз – это неизлечимость, неисполнительность. Дальше. Незафиксированные обязательства и соглашение с клиентом. Ну, все этот момент проходили, наверное, да, то есть, потрындели 2 часа на встрече, все круто было. Во-первых, следующие 2 недели ты ни черта не помнишь, о чем договариваясь. Во-вторых, клиент помнит одно, ты второй и так далее, да. То есть, мы так потеряли один проект, я помню, когда вот провели несколько итераций. Ну, мы проектов много из этого потеряли, но вот я вот ярко помню один, когда мы много раз встречались, вроде вот было ощущение, что что-то хорошее, что-то светлое должно произойти после этой встречи. И знаете, что? Ничего не происходило. Мы встречались там через месяц, и опять как заново все это, этот investigation проходили заново, и потом, то есть, после такой третьей встречи просто клиенту надоело это все, он расстроил с нами отношения, вот. Причем не только по работам, которые мы вот данным образом заваривали, но и по другим, да. То есть, а менеджер просто не чувствовал себя компетентным, поэтому он считал, что кто-то другой, там целый был комплекс проблем, которые я описываю. Ну, и на выходе мы потеряли клиента, и это было не очень здорово. Поэтому фиксировать обязательства надо. Еще важный момент заключается в том, что, то есть, если возрастают, во-первых, риски потери клиента, да, то есть падает рентабельность, если не фиксируются вот итоги встречи, да, то есть, и, соответственно, есть такая фраза хорошая, я не помню, где прочитал, но смысл такой, что переговоры чаще выигрывает тот, кто подводит и фиксирует промежуточные итоги. То есть, вам проще сделку довести до того состояния, которое вам более удобно. То есть, вы в какой-то момент там можете опустить или что-то еще, потому что реально там, если там пресейл длится, ну там пресейл или там разговоры по проекту длятся там, условно говоря, там два месяца, то реально там каких-то мелочей можно не помнить. Это шанс для компании сделать все-таки более подходящий проект. Особенно, если там хотелки клиента какие-то неоправданные, то есть, они ему не нужны, понимаете, то есть, ценности не несут. Вот, ну, соответственно, лечение, постановка проектного управления, то есть, отчеты о встречах обязательно, использование СРМки и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, работа по клиенту, не сверяясь с договором. То есть, это вот тоже, когда так часто клиенты манипулируют, говорят, ну мы же договорились, то есть, я ваш договор не буду читать, давайте делать, мы же договорились, мы друг другу доверяем. То есть, как бы я с вами поговорил 15 минут, и мы сейчас там все это сделаем, да. Но также иногда поступают и менеджеры проектов, они слушают клиента и, то есть, отходят от, то есть, проблема не в том, что они там, они отходят от рамок договора. И потом, когда происходит конфликт, всегда клиент полезет в договор, потому что у нее есть специальная служба, там, юристы, которые лезут в договор и смотрят, что там не так. Вот, и в этом случае, если менеджер тоже, не сверяясь с договором, ушел от этого договора, там, поменял этапность работ, что-то там переписали, там, поменяли какие-то требования, вы, компания находится в очень слабой стороне. Она ничем не может защищаться, она ничем не может сказать, что вот мы действовали в рамках договора, и любой суд станет там на сторону заказчика, потому что исполнитель занимался не тем, что прописано в договоре. Поэтому это изначально проигрышная стратегия, и когда идет отход от договора, ну, то есть, рекомендация, конечно, договора придерживаться, и менеджер, ну, вот это такой грех серьезный. Давайте дальше. Подскажите, сколько времени у нас осталось? Уже перерыв идет, здорово. Игнорирование опыта старших сотрудников. В общем, идея заключается в том, что некоторые менеджеры почему-то считают, что их наняли для того, чтобы они сами решали вопросы. То есть, ну, знаете, как вот маленькие дети, они вот сами хотят сделать самостоятельно что-то, да, то есть, поэтому вот для него это важно, чтобы он сам пропушил там этот вопрос и как-то его решил. В результате вместо 15 минут решение длятся, там, я не знаю, там, неделями. Соответственно, менеджер должен понимать, что его наняли для того, чтобы, ну, то есть, как надо, чтобы проблемы решались, то есть, да, проблемы должны решаться быстро и минимальными затратами, проблемы должны решаться с первого раза, это тоже очень важно, да, то есть, и, ну, потом производился разбор причин и устранение вот как бы глубинных причин их возникновения, да, то есть, и это ошибка, что наняли для того, чтобы ты сам все разобрался. Это неправда. То есть, для этого и существуют старшие сотрудники, об этом все говорят. Когда ты реально уперся и у тебя нету, ну, компетенции у тебя нету, а таких вопросов будет много в проектном управлении возникать, подойди и спроси. Давайте дальше. Легкомыслие и невнимательность, инфантилизм. То есть, ну, инфантилизм тоже, это такая какая-то определенная философия и отношение к жизни, да, то есть, он не лечится, да, то есть, соответственно, легкомыслие тоже не лечится, это свойство человека. И когда человек легкомысленно, то есть, легкомыслие вот в каком-то мере свойственно предпринимателям, потому что если бы все люди загонялись, то есть, рисками, а что будет, если, там, да, никто бы ничего не сделал, ни одного бы сложного проекта не было бы начато, да, то есть, Колумб бы не отправился бы отправлять, открывать Америку, да, потому что бы он, если бы он сидел и думал, там просчитывал риски, да, то есть, там риски бы перевесили, он бы никуда просто не выплыл бы и никого с собой бы не увлек. Да, то есть, но вот именно легкомыслие в этом смысле, то есть такое легкое отношение к проблемам возможным. Очень плохо для PM, потому что PM как раз эти риски должен считать, у него другая роль. Он не флагман, там, не надувающий паруса компании, а он человек, который выполняет определенную функцию, он удовлетворяет клиента и должен это делать с необходимым качеством. И когда он не перепроверяет какие-то вещи, ну, банально, там, я не знаю, там, ставя задачи, посмотреть, что в этой задаче есть, там, доступы, да, то есть разработчик пишет, что, извините, у меня не было доступа, я не попал на сервер, и вы, там, профакапили сроки из-за этого, да, то есть это обычная легкомыслие. Человек просто не подумал, что у проект-менеджера, ну, то есть у исполнителя может не быть доступа или доступы могут поменяться, да, то есть это такой риск-менеджмент, сопряженный с легким отношением к жизни или, там, я не знаю, то есть какими-то другими качествами. Ну, вот по моему опыту, по моему опыту это практически не лечится. И вот Даниэль Канеман, это автор поведенческой экономики и Нобелевский лауреат, он говорит, что у нас вообще в мозгу работают две системы. Одна, как бы, логическая система, которая рационально все исследует, которая, там, просчитывает, там, что-то, риски какие-то и так далее. И вторая эмоциональная система, которая делает такая, совершает действия, такие, больше интуитивные. И вот они проводили эксперимент, и он был примерно следующий. Сдавали задачку, смотрите, есть мяч и есть бита, да, то есть, и известно, что вместе они стоят доллар 10 центов, при этом один предмет стоит дороже второго на один доллар, да. И задавали студентам вопрос, ну, сколько стоят предметы, да, то есть, ну, вы здесь, так, с Польши вы работаете в программной среде, должны понять, да, то есть, какой ответ правильный? Сколько? Да, ну, да, 5 центов, доллары и 5. Но большинство студентов, ну, не большинство, точнее, примерно 50% ошибались и говорили, что одна штука стоит доллар, а вторая 10 центов. Но когда они угрожали студентам какими-то негативными последствиями, то есть, процент людей, которые ошиблись, снижался кардинально. Смысл заключался в том, что когда мы легкомысленно что-то делаем, мы не думаем о последствиях, не чувствуем этих последствий. Мы можем действительно не обращать, ну, то есть, на какие-то моменты просто не обращать внимания. Но когда есть система, которая тебя за это может наказать, включается логическое полушарие и проверяет первый интуитивный ответ, да. Вот за это, ну, то есть, это одно из исследований таких известных, да, то есть, вот, человеческий, как брейн-сайенс такой, да. И смысл заключается в том, что, опять же, частичное лечение легкомыслия это путем постановки системы, ну, управления, корпоративного управления проектами. То есть, и определенный контроль, желательно автоматизированный за работой менеджера.